Итак, давайте будем двигаться по порядку, с чем мы, в принципе, имеем дело. Прежде всего, мы имеем дело с бумерами. Это, как правило, лица от 55 до 75 лет. Мы имеем дело с психическим здоровьем, основными критериями которого является адекватное восприятие самого себя, самоидентичность, самоорганизация, способность коммуникации, к общению с людьми, к критическому мышлению и так далее. И также одним из главных критериев психического здоровья является отсутствие психических расстройств. О них также стоит здесь сказать, потому что их наличие уже говорит об отсутствии психического здоровья. Ну, а к психическим расстройствам относятся такие вещи, как вы, наверное, знаете. Это шизофрения, различные эффективные расстройства, биполярные расстройства. Ну, это одни из самых популярных. Ну, и последнее, с чем мы здесь имеем дело, это спортивный агрегат, в котором мы планируем собирать людей по группам, которые смогут заниматься тем или иным спортом. Соответственно, целевая аудитория у нас является следующей. В первую очередь, это бумеры, которые, возможно, имеют психические расстройства. Далее, это бумеры, которые психически здоровы, но могут или хотят себя проверить на то, здорово они или нет. Ну, и также это близкие и родные бумеров, возможно, даже бумеров, у которых уже имеются какие-то психические патологии, которые они хотели бы решить. Функции агрегатора будут следующие. Это, в первую очередь, выявление психических расстройств, профилактика психических расстройств, спортивная терапия и выявление серьезных психических патологий. То есть, выявление будет происходить, как правило, посредством тестов в приложении. И профилактика расстройств – это результаты тестов. Либо в них указывается наличие патологии, либо указывается, что человек здоров, и если все в порядке, ничего не стоит делать. Спортивная терапия – это подбор тех или иных спортивных видов спорта, спортивной деятельности, в которой стоит участвовать больному человеку для решения, для излечения данной болезни. Ну, а выявление патологии – это уже такая дополнительная вещь, которая поможет как-то направлять отдельных людей в психиатрические клиники и уже там с ними вонценно работать. Спортивная терапия – это ключевое, что будет в этом приложении. То есть, здесь будет по итогу тестов осуществляться подбор индивидуальной терапии на основе результатов, где будут подбираться, как я уже сказал, те или иные виды спорта, виды нагрузок, их объем и периодизация. И, ну, в целом, это, если вкратце описывать главную функцию данного приложения. А почему мы говорим именно о спортивной терапии? Потому что это научно доказанный факт, что физические нагрузки, спортивные нагрузки положительно влияют на ментальное здоровье, на психическое здоровье людей, ну и, соответственно, бумеров. Почему также это приложение будет актуально именно для бумеров? Потому что, ну, существуют бумеры, у которых есть спортивное прошлое, которые так или иначе могут иметь депрессию в какой-то уже возрасте от 55 лет, с которой так или иначе необходимо, конечно, работать. Что они смогут сделать посредством такого приложения? То есть, если вкратце говорить о нашем проекте, то это выглядит так. Здесь приведены конкретные ссылки на научные работы, где указывается, что физические и спортивные нагрузки очень являются хорошей терапией для ментального здоровья. На этом все. Отлично. Спасибо большое. Вопросы от жюри? Серьезно, серьезно очень подошли к теме. Это плюсик. Расскажите про монетизацию. Это во-первых. А во-вторых, вот вы сказали, что хотите привлекать бумеров, в которых уже есть психические какие-то проблемы, но ведь же есть история, что человек сам до конца не осознает, что у него психические проблемы. Как вы будете такого привлекать? Да, на первый вопрос, если отвечать, то здесь по поводу монетизации. Ну, смотрите, в первую очередь, как бы это банально не звучало, мы сейчас презентовали наш проект, и, возможно, так или иначе, найдутся инвесторы, которым этот проект приглянется, потому что он так или иначе обоснован. Здесь есть некоторая полезность, а именно в том, что ментальное здоровье напрямую зависит от наличия или отсутствия физических нагрузок и занятий спортом. То есть наличие, само наличие, такое обоснование, должно, по идее, привлекать и так или иначе каких-то инвесторов. Если отвечать на второй вопрос, то, конечно, здесь это все воля случая. Человек может быть довольно-таки психически нездоровым, и, соответственно, он даже не подумает, что с ним что-то не так, и не подумает скачать данное приложение, пройти тесты и пройти терапию. Но все равно есть, стоит понимать, что данное приложение, оно направлено на, по большей части, на решение каких-то поверхностных, таких ментальных отклонений. Потому что, естественно, если мы выявляем по результатам теста какие-то серьезные психические отклонения, то мы не можем давать какую-то терапию спортивную. Она, как правило, не должна и не сможет помочь. Там уже должна быть серьезная работа с врачами, с психотерапевтами и так далее, на которых можно также через это приложение направлять. Но и в довесок скажу о том, что эти приложения могут пользоваться также близкие бумеров, которые имеют ментальное отклонение, как я уже сказал ранее. То есть близкий человек скажет, вот, давай пройдем с тобой тест, очень интересная штука, где уже по результатам теста выяснится, здоровый он или нет, и что с ним дальше делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...